В то время, когда в России начали массово появляться видеокассеты, зарубежное кино озвучивали дома за несколько часов и сразу выпускали в продажу. В этой подборке мы расскажем о легендарных переводчиках 90-х годов, которых по голосу знают миллионы россиян. Михаил Иванов переводил фильмы на протяжении 15 лет, начиная с 1982 года. При этом официально он числился сторожем или разнорабочим. Английский язык изучал в институте, после чего пять лет работал письменным переводчиком в издательстве. Сочинял стихи, играл в группе на бас-гитаре, видеопереводом занялся случайно. На пике активности переводил от 4 до 16 фильмов в неделю. Бросай оружие. Живой или мертвый, пойдешь со мною. Этот парень бил по столбу ногой, вот так. И штукатурка падала. Подумаешь, большое дело. Тут какой-то мужчина, он в нижнем белье на кухне. Ну, этот, как его, швейцар. Какой? У тебя есть швейцар? Да, сейчас оно идет. Вартан Дахалов переводил фильмы до 95-го года. Сменил деятельность, когда вместе с братом открыл компанию Вест Видео, которая сначала выпускала видеокассеты, а потом и диски. В 2015 году компания обанкротилась. Примерно тогда же Вартан Дахалов вновь стал озвучивать фильмы. Известно также, что он работает синхронистом на различных мероприятиях и переводит литературу. До того, как стать переводчиком, Василий Горчаков снялся в фильме «Большие и маленькие», работал каскадером и постановщиком трюков на Мосфильме. Первый синхронный перевод сделал на кинофестивале в 73-м году. Вскоре голос Василия звучал уже на видеокассетах. Перевел около 5000 фильмов, некоторые с первого раза. Больше всего любит боевики. Работал переводчиком многих голливудских звезд во время их пребывания в России. Мы только что распилили твою подружку бензопилой. Разве это хорошо? Сражаться с Шэн Сунгом значит сражаться не с одним человеком, а с легионом врагов. Запомните это. Вы почувствовали это, когда мы поднимали его на стол? Я почувствовал, что ты еще под лестницей. Юрий Сербин отлично владеет английским и немецким языками. На его счету более 3000 фильмов. Увлекся изучением иностранных языков, будучи школьником. Смотрел зарубежное кино в оригинале. После учебы и работы в НИИ вышел на видео пиратов. Начал переводить фильмы и делает это по сей день. Кроме того, работает на кинофестивалях, сотрудничает с телевидением, любит интеллектуальное и документальное кино. Девушки вроде должны ревновать к другим девушкам, а не к машинам. Это машина как к девушкам. Да ладно, я тебя умоляю. Вы куда это? На свидание? С детьми? Нет, с мисс Ньюман. Ну, пошли. Но вам нельзя покидать поместье. Томас, ты дворецкий, вот и сиди во дворе. Мама рассказала мне о вашей проблеме, поэтому я пришел, чтобы помочь вам. Я знаю Бракуса, я видел, как он берется. Если вы хотите драться с ним, вы должны быть готовы к смерти. Сергей Визгунов не имеет высшего языкового образования. Учился на техническую специальность. Переводить начал в 93-94 году. Любимый жанр – фильмы ужасов. Первой работой называет детективный триллер «Роза мертвы». Голос Сергея Визгунова звучал на многих видеокассетах до 2000 года. На пиратских сайтах время от времени появляются его новые переводы. Понятно. Кстати, о возрасте. Что вы думаете о нашей лодке, Фесско? Как только я увидел ее, я подумал, что надо распилить на части, сэр. Она не разваливается только потому, что ее птицы засрали. Почему ты меня попросил? Взял бы какую-нибудь проститутку. Она знает в лицо всех проституток. А мне нужен кто-нибудь, кого она не знает в лицо. И потом кто-нибудь поэкзотичнее. Спасибо. Павел Санаев сегодня известен как писатель, сценарист, актер и режиссер. Его повесть «Похороните меня за плинтусом» стала основой для одноименного фильма. Однако задолго до успеха Павел Санаев переводил видеокассеты, при том, что английский язык изучал только в школе. Поначалу пользовался словарем. Первую озвучку сделал, чтобы произвести впечатление на девушку. С 2004 года активно пишет сценарии и снимает кино. Шпион — это дерьмо собачье в сравнении с ниндзи. Ниндзя? Вы что, ниндзя, что ли? Да идите вы, ниндзя, да. Я есть ниндзя. Я бы сказал тебе, я просыпаюсь каждый день здесь, в Панксатоне, всегда 2 февраля. Ты был хорош, мальчик. Очень хорош, но пока я рядом, ты всегда будешь пушечным мясом, понял? Юрий Живов окончил Институт иностранных языков в Москве. Некоторое время жил и работал за границей. Однажды Юрию в руки попала видеокассета с переводом Алексея Михалева и произвела на него большое впечатление. Живов попробовал переводить сам и вскоре получил первый заказ. С 1993 года занялся этим делом серьезно. Бывало, озвучивал по два фильма в день, в год до 400. Один из немногих, кто по-прежнему выпускает авторские переводы. Знаете, на кого вы сейчас похожи? На кого? На ребят, которые только что кому-то голову отстрелили. Да, он просто в штаны нассал. Может быть, потому что ему 6 лет. Когда мне было 6 лет, я уже работал. Прыгай на заднее сидение, ну? Быстро. Учти, я все равно сильнее, чем ты, понятно? Хорошо, хорошо, сиди впереди, ради бога. Андрей Гаврилов не имеет языкового образования, но его голос знают миллионы зрителей. После окончания МГИМО работал в ТАСС международным журналистом. В середине 80-х начал переводить фильмы. Владелец музыкально-издательской компании. Переводы Андрея Гаврилова пользуются большой популярностью, поэтому даже в эпоху интернета его голос можно найти отдельной дорожкой к современному кино. Моя мама сказала, драться не надо. Может, она тебе сказала, чтоб ты шел отсюда? Нет. Но я пойду спросу ее об этом. Ты не мог бы зайти сзади и почесать мне за правым ухом? Как я вот никак дотянуться туда не могу? Дедушка, ты нас научишь летать? Люди не умеют летать, но ниндзя умеют. Именно голос Леонида Володарского породил миф о том, что переводчики фильмов надевают прищепку на нос для конспирации. На самом деле характерная гнусавость объясняется сломанным носом. Леонид Володарский родился в семье переводчиков, окончил Институт иностранных языков в Москве, озвучил более 5000 фильмов, некоторые с первого раза, работает на радио, иногда переводит новые фильмы, но в гораздо меньшем объеме, чем это было на видеокассетах. Кайл Бланкс прибыл на службу, сэр. А ну, катись отсюда, ты, мудила, есть, сэр? Моё сердце пало к твоим ногам, как крыша с дома, что? Я говорю, моё сердце пало к твоим ногам, как мокрые штаны с ног. Какое счастье быть любимым, по-настоящему любимым. Слушай, ты говнюк, закрой пасть, люди спать хотят. Алексей Михалёв считается одним из самых востребованных переводчиков 80-90-х годов. В юности занимался балетом, но из-за травмы оставил это занятие. Окончил институт восточных языков, был переводчиком Леонида Брежнева. Работал на кинофестивалях, там-то его и заметили видеопираты. Алексей Михалёв старался переводить фильмы только после предварительного просмотра. Любил драмы, комедии и мюзиклы. Умер от лейкемии в 1994 году в возрасте 49 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин